Беседа в комнате с его божественной милостью Ачеба Ктивидантой с вами Прабхупадой 25 ноября 1975 года в Дели. Общество. Только важные люди могут жить как грехастхи, а не так, что сейчас я полюбил эту девушку, мы поженимся, проведем ягию и затем будем спать. Это нужно прекратить. Как его зовут? Как имя этого негодяя, которого вы выгнали? Шиндхи. По его лицу было видно, что он неравнодушен к женщинам. Он разговаривал с тобой? Да. Итак, в каждом центре они должны вставать рано утром, они должны следовать регулирующим принципам. Они обязаны посещать лекцию, иначе пусть они уходят. Мы не хотим этого. Если кто-то хочет жениться, прежде всего он должен показать, что у него есть способность зарабатывать. А не то, что поскольку тут так много девушек, а я женюсь на одной, чтобы удовлетворять свои чувства. Я думал, что этот юноша хороший. Я услышал все эти истории. Это также еще один изъян. У нас есть юноши и девушки и открытые возможности для любви. А брахмачари означает строгий запрет смотреть на лицо женщины. Но мы не можем это остановить. И это еще один изъян. И это еще один изъян. Огонь хорош. И масло хорошо. Но когда они совмещаются, все становится плохим. Ведь так? Огонь хорош сам по себе. Тепло. И масло хорошо. Это здоровый продукт. Но когда они рядом, масло плавится, а огонь гасит. Так Майя устроила. Весь этот мир движим за счет сексуального влечения. Когда они сходятся вместе, оба портятся. Поэтому с этим нужно обращаться очень-очень осторожно. Есть очень много правил, ограничений. Обрыв записи. Если возникает необходимость, это обязательно. Когда есть правила, витхи. Поэтому говорится, враджет. Это обязанность. Тасмат гурум прападетам. По крайней мере, мы должны сообщить всему миру, что вся цивилизация, образование, все прогнило. А это мы обязаны сказать. Спасибо. 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 Спасибо.